Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня с вами рассмотрим довольно-таки часто встречающийся эндшпиль. Он ничейный, но в нем есть много ловушек за белых. Значит, у белых шашка c1 и две дамки, у черных две шашки и дамка. Соответственно, значит, какая задача белых? Если белые проведут шашку в дамке, то они строят боевую позицию, и это будет выигранный эндшпиль. Кто не знает, как выигрывать тремя дамками против дамки и двух шашек, подсказку оставляю в верхнем правом углу. Посмотрите. Значит, у черных есть три варианта защиты. Если они обороняются по верхнему косяку, с идеей на ход cd2 напасть в поле g5. Первая защита. Вторая защита обороняться по нижнему двойнику. И третья защита обороняться по нижнему косяку. Это самая сильная защита. Вначале рассмотрим атакующие возможности белых. Если черные обороняются по верхнему косяку, значит, сразу же играем cd2. Черным надо нападать, иначе белые грозят пройти в дамки. Закрываться бесполезно. Там быстрая ничья. Лучше всего играть dc3. Значит, здесь первая ловушка. У черных есть два хода. gf4 и gh4. Хочется, конечно, уйти на бортик. На самом деле этот ход уже практически проигрывает. Он напрашивающийся, но он проигрывает. Первая ловушка. Играем cd4. Значит, грозим провести шашку в дамке. Приходится играть hg3. Тогда играем dc5. Ну и грозим сыграть cb8 и пойти в дамки. Приходится играть дамкой на b8. Уходим на h8. Ну и тут обычно черные ошибаются. Если они, допустим, ходят дамкой, на любое поле уже нападаем на дамку. Приходится отходить. Играем cd6. Ну и все, шашка проводится в дамке. Вот по такой траектории. И строим боевую позицию. Это выигрыш. Тут еще была сумасшедшая ничья, но ее надо знать. Аb4 и после хода cb6 была вот такая ничья. Дамкой на d6 надо сыграть. Очень труднонаходимый ход. В чем идея? На нападение дамкой с b8. Отдаем дамку, затем шашку и это ничья. Вообще данный эншпиль очень хорошо рассмотрен в энциклопедии эншпиля гроссмейстера Максима Федорова. Это второй том. Всем рекомендую. Если есть возможность купить, обязательно купите эту книгу. Не пожалеете. Значит, второй вариант в этой позиции. Место хода gh4. Как видите, тут у черных большие проблемы играть. gf4. Тут у белых есть классный ход дамкой на f2. Это лучшее продолжение. Ставит перед черными максимум проблем. То есть на h2 нельзя играть из-за петли. И белые побеждают. На h6 нельзя играть из-за хода cd4. Ну и тут черные проигрывают. Если заходят любки, то дамка ловится. Мы легко выигрываем. Если игра от ab4, с идеей отдать две шашки, тогда играем de5. И на нападение hg7. Здесь уже играем дамкой на g1. Черные бьют до конца. Хотят прорваться в дамки, но у них тут ничего не получается. Мы выигрываем. Значит, какие еще есть ходы? Если черные играют дамкой на d6, это тоже выигрыш белых. Играем cd4. Ну и на ход ab4 просто нападаем. Тут легкий выигрыш. Шашку отъедаем. Потом проводим третью шашку в дамке. Строим боевую позицию. Выигрываем. Значит, если черные в этой позиции играют на c7, тоже напрашивающийся ход, он тоже проигрывает. Играем cd4. Тут два варианта у черных. На ход ab4. Снова нападаем. Приходится закрываться. Лучшего нет. Тогда идем в дамки. Ну и на ход bc3 бьем дамкой на d4. На нападение отходим. Ну и тоже побеждаем, потому что нападения нет. Мы дамку черных ловим. И выигрываем. Второй вариант в этой позиции, если черные играют cd6. Пока не дают провести дамку. Фиксируем шашку a5, чтобы черные не могли ее сдвинуть. И когда черные уходят на b8, играем dc5. Начинаем вести шашку. Черные максимально сопротивляются. Тут еще есть красивый момент. Вначале уводим дамку на h8. Чтобы, когда мы уведем вот эту дамку, черные не могли... Вот если бы у нас дамка была на 1, они бы сыграли ab4, ab2, отдали 2. И затем достигли ничьей. Вот чтобы этого не было, вводим дамку на h8 вверх. Черные сопротивляются. Играем ef2. Черные выжидают. Мы ставим дамку на g1 и хотим вытеснить их с верхнего двойника. Черные уходят на h2. Теперь мы играем на 1. И черные думают, что здесь ничья. То есть они играют ab4. И если белые, допустим, отходят, они отдадут 2 шашки. Ну вот, отойдут, допустим, сюда, отдадут 2 шашки. И это ничья. Затем займут большую дорогу. Тут выигрывают красивый прием. Шлагбаум. Отдаем шашку. Затем ловим дамку черных и выигрываем. Еще раз рассмотрим эту позицию. На ход cd2 черным надо нападать. hg5. Тогда играем dc3. Здесь правильно играть gf4. И на ход дамкой на f2. Здесь единственный вариант играть на b8. Белым надо вести шашку. Черные играют ab4. Грозят разменяться и прорваться в дамки. Поэтому приходится нападать. Когда играем b7, размениваем шашки. И это ничья. Вот это единственный практически ничейный вариант в этой позиции начальной. Второй вариант. Если черные обороняются по нижнему двойнику. Здесь защита чуть полегче. Белый играет cd2. У черных два варианта. Если они играют gf2. Тогда нападаем. И здесь надо уходить только на h4. Это единственный ход. С идеей напасть на шашку с поля g5. Тогда играем d3. И вот здесь напрашивающийся ход hg5. Очень хочется сыграть. Он проигрывает. То есть мы отходим. Допустим ab4. Играем d5. Не боимся отдачи двух шашек. Тут уже бесполезно. Мы контролируем большую дорогу. С помощью шашки e5. Сюда нельзя. Дамка ловится. Сюда тоже бесполезно. Мы там уже начинаем вести шашку. Уведем дамку. Допустим на d4. Если сюда. Просто на d4 дамку увожу. И нападения нету. Потому что дамка ловится. И мы обрезаем шашки черных по большей дороге. Поэтому приходится играть дамкой на d8. Тогда играем жh2. Не давая нападения с c7. Ну и на единственный ход d7. Грозили ed6. На единственный ход d7. Играем дамкой на d4. Видите. Грозит отдача при случае. Играем дамкой на d4. Ну и в какую бы сторону черные не ходили. Мы уже проводим шашку в дамке. И выиграем. Если сюда, то ведем на f6. Если сюда, то ведем на d6. Тут проблем с реализацией нет. Проводим третью шашку в дамке. Затем отъедаем эту шашку. Затем строимся в линию. И легко побеждаем. Кто не знает, как выигрывать тремя дамками против шашки и дамки черных. Подсказку оставлю в верхнем правом углу. Это тоже легкий выигрыш. Правильно в этой позиции было на gf2 и нападение. Вот здесь правильно играть a b4. Единственный ход. hg5 проигрывал. То есть черные сейчас грозят отдать две шашки и занять большую дорогу. Приходится уходить дамкой на g7. Тогда черные нападают на шашку. И здесь везде ничья. Сюда отходить нельзя. Потому что размен и ничья. Если же белые ловят дамку черных. Вот таким образом. То черные просто идут дамки и достигают ничьей. Второй возможный вариант в этой позиции. После хода cd2 сыграть дамкой на c5. Тогда нападаем. И вот здесь тоже у белых ловушка. Хочется сыграть дамкой на e7. Этот ход проигрывает. Играем d3. И у черных два варианта. Если они нападают. Идем по центру. Ну и на ход ab4. Снова возникает эта позиция. d5. Надо уходить на d8. Тогда играем в жх2. Не даем нападения. Ну и на ход d7. Снова занимаем поле d4. И если сюда, то ведем шашку таким образом. Если сюда, то ведем шашку таким образом. Снова потом отъедаем шашку b4. Строим боевую позицию и побеждаем. Второй вариант. Если в этой позиции черный играет ab4. Тогда играем ef4. И на ход дамкой на h4 играем fe5. Здесь тоже все сводится. К этому варианту. Тут никуда не отвернуть от него. Черный. Это выигрыш. Поэтому правильно вот в этой позиции на ход cd2 играть дамкой на c5. И после нападения уходить только на f8. Сейчас уже грозит нападение. Приходится играть d3. Тогда играем ab4. Это единственный ход. То есть мы грозим отдать две шашки. И затем занять большую дорогу с ничьей. Поэтому приходится уходить дамкой на h8. Мы нападаем. Надо отходить. Меняемся. И ничья. Ну и наконец самая правильная защита. Вот в этой позиции. Перевернул специально для черных. Чтобы защищаться правильно. Вот в этой позиции видите. Лучше всего обороняться вот по косяку. Либо на поле e1. Либо на поле b4. Здесь у белых шансов на выигрыш нет. Например. Для начала белым надо вытеснить нас с линии косяка. Они это легко делают. Но сейчас видно что cd2 играть бесполезно. Я просто нападу и шашку выиграю. Поэтому черные белые играют на h8. Мы просто ждем. Мы можем ждать белых вот по этим полям. И когда наконец белые играют cd2. Тогда уже нападаем. Ну и на ход dc3 еще раз нападаем. Тут в чем идея. У белых два варианта. Если они играют h7. Тогда бьем. И после размена у нас две шашки. Мы отдаем одну из шашек. И прорываемся в дамки. Первый вариант ничейный. И второй вариант. Если в этой позиции белые отходят. Тогда здесь спасает от такой хитрый ходик. dc3. Жертвуем дамку. И белым некуда бить. Если сюда. То такая ничья. Если сюда. То бьем две. Ну и снова ничья для нас гарантирована. Вот такие хитрые варианты. Если вам понравилось данное видео. Не забывайте поддержать мое творчество. Лукасом. И подпиской. До свидания. И давайте воевать только на шахматной и шашечной досках.